Здравствуйте, милые дамы и уважаемые джентльмены! Наша сегодняшняя лекция посвящена вопросу, по которому очень часто клиенты обращаются к психологу. К школьному психологу обращаются, как правило, мамаши с проблемами своих детей и просят помочь как-то избавиться от различных форм проявления агрессии. Вот для того, чтобы проводить консультационную работу, психолог прежде всего должен знать, что такое агрессия, как она проявляется и какие методы имеются в психологической науке для выявления тех или иных форм агрессии. В сегодняшней лекции мы как раз с этими вопросами и ознакомимся. Итак, план нашей лекции предусматривает первый вопрос «Теоретические концепции агрессивности». «Теоретические концепции агрессивности». В этом вопросе мы с вами должны рассмотреть, какие подходы есть в психологической науке к самой агрессивности. Сразу же хочу сказать, что некоторые психологи считают агрессивность простым явлением по структуре. Другие же, наоборот, считают, что это явление сложное, имеет много различных форм проявления, каждая из которых как-то с одной стороны показывает, как агрессия может проявиться у того или иного человека, а вот интенсивность проявления той или иной формы агрессии психологу как раз очень важно знать. Чем же обусловлена агрессивность человека? Давайте мы подходы психологов с вами и рассмотрим. Итак, с одной стороны, имеются биологические данные о существовании нервных механизмов, участвующих в агрессивном поведении. Итак, как бы биологические предпосылки в существовании нервных механизмов, участвующих в агрессивном поведении. С другой стороны, результаты исследований, проведенных особенно в последние десятилетия, говорят о первостепенной роли социальных факторов в развитии агрессивности. Уже роль социальных факторов по этой концепции выдвигается как бы на первый план. Все-таки, что же доминирует, социальное или биологическое, в проявлении агрессивности? Какие ответы есть в позициях и в исследованиях, которые провели психологи? Итак, причины агрессии как биологический аспект. Отдельные психологи утверждают, что существуют центры на уровне лимбической системы, возбуждение которых автоматически вызывают агрессивную реакцию. То есть, это реакции врожденные, и поэтому они существуют как бы всегда и сопровождают всю жизнедеятельность человека. Вторая концепция, что чрезмерная вспыльчивость может быть обусловлена повреждениями миндальных ядер, расположенных в височных долях головного мозга. И вот особенно повреждения височных долей головного мозга по концепции Марка, Эрвина, которая ими была представлена в 1970 году, свидетельствует о проявлении агрессивности людей вот с такими травмами. Третий подход свидетельствует о том, что результаты исследований указывают на роль коры головного мозга в контроле проявления агрессивности. Для нас это тоже очень важно, так как кора головного мозга отвечает за все сознательные действия человека. Четвертое. Как именно будет действовать кора головного мозга, осуществляя этот контроль, зависит от жизненного опыта индивидуума и в особенности от социальных условий в период его развития. Итак, с детства мы получаем какой-то опыт поведения, деятельность, общение с самыми различными людьми, в результате чего проявляются как со стороны одного человека, так и со стороны и социального окружения какие-то агрессивные реакции. Человек видит их, запоминает их, частично копирует, сам лично испытывает недовольство, раздражение какими-то социальными явлениями, начиная с недовольства, например, запретами родителей, какими-то сценами из социального окружения, в контакте с друзьями, с школьными товарищами. И в результате этого опыта как бы у человека развиваются определенные предпосылки к проявлению агрессивности. Некоторые психологи напрямую увязывают проявление агрессивности прежде всего с такими социальными явлениями, как первое это жестокие дети, то есть дети, которых не любят и которые мало интересуются школьными делами. Замечено, что родители, которые бросают детей по тем или иным причинам лишаются родительских прав, их дети более агрессивны, потому что видя негативное отношение родителей к себе, они ожесточаются. И потом очень трудно вот это проявление агрессивности преодолеть. Далее. Это положениями дел в школе. Если у ребенка дела идут поначалу плохо, не дается ему обучение и получает он плохие оценки, то и родители недовольны его обучением. Сам он в какой-то мере чувствует себя ущербным. И отсюда постепенно начинают развиваться агрессивные реакции, если родители, учителя, психологи не обратят на это внимание и не проведут специальное корректирующее воздействие, воспитательное воздействие, обучение, чтобы преодолеть вот этот синдром. Второй. Дети, которые увлекаются агрессивными фантазиями. К сожалению, мы из средств массовой информации и особенно телевидения очень много видим жестоких картин, картин насилия над людьми, животными. И отсюда вот эти картины рождают различные фантазии, о которых делятся впечатлениями дети друг с другом. Они к ним постепенно привыкают. А раз постепенно привыкают, следовательно, уже агрессивность, как социальное поведение, становится для них нормой жизни. Второй аспект родители жестоких детей. Если они склонны к агрессивности и применяют к детям телесные наказания, то в 96% случаев это проблема связанная с формированием агрессивных детей, проявления их агрессивности. Если они постоянно выражают недовольство по поводу их социального поведения. Это недовольство может быть обоснованным, а недовольство это может быть и необоснованным. И это еще больше может раздражать ребенка. Особенно вот эта агрессивность проявляется в так называемом переломном возрасте детей. Это 13, 14, 15 лет. Где более критически относятся к советам родителей старших и менее критически к советам к одобрениям своих сверстников. Отсюда и получается, что постепенно формируется личность с такими противоречивыми взглядами. С одной стороны это биологические предпосылки, а с другой социальные предпосылки в целом как бы способствуют развитию агрессивности. Есть и другие подходы к обоснованию агрессивности, к ее проявлениям в данном случае речь идет о нативистских теориях. Посмотрите пожалуйста на слайде первый как бы подход нативистских теорий к этому вопросу. Эта теория считает, что агрессивность свойственна всем без исключения животным, включая человека, ее надо рассматривать как врожденную реакцию человека для защиты занимаемой территории. Авторы этой теории Лорент Андри. И они утверждают, что существует очень мало обществ, в которых независимость и агрессивность отсутствовали бы полностью. они считают, что уже в раннем детстве как бы одна из первых форм агрессии проявляется у детей вот в таких словах «не игрушку». И это первая форма проявления агрессивности. Другой подход. Агрессивность врожденные свойства, так как человечество несет себе тенденцию, названную инстинктом смерти, толкающую человека к разрушению и саморазрушению. Эта позиция представлена Зигмундом Фрейдом. Эти подходы разделяют некоторые психологи как на Западе, так и у нас. Интропсихические теории считают, что врожденной является не сама агрессивность. Она представляет собой лишь возможный ответ на помеху на пути к достижению цели или на испытываемую человеком боль. Как видим, авторы Доллард, Миллер рассматривают и как социальный фактор в проявлении агрессивности и как реакции на болевые ощущения. Другой представитель нейробиологической теории Карли в 1982 году предложил гипотезу, которая отвергает идею о единой агрессивной мотивации, в основе которой лежит один определенный комплекс физиологических механизмов. По его данным, любое агрессивное поведение зависит как от состояния животного, человека в данный момент, так и от прошлого опыта. Именно вот эти два фактора, то есть состояние и опыт и придают сенсорной информации ее энергизирующие направляющие свойства. Здесь мы видим прежде всего объединение как бы психофизиологического, психического с индивидуальным и социальным опытом человека. Следующее это теория социального обучения. Здесь тоже много различных представителей, которые по-разному рассматривают агрессивность. Прежде всего Моррисон считает, что агрессивность проявляется в стремлении к господству и на пути к господству достижению власти определенной человек вынужден проявлять агрессивность. эта форма поведения закрепляется и становится уже определенной нормой. Второй подход в этой теории социального обучения свидетельствует о том, что реакция личности проявляется как реакция на враждебную человеку окружающую действительность. в том числе и на социальное окружение. Здесь получается, что человек в обществе является как бы одиноким волком. Это представители Хорн, Фром. И вот очень интересная следующая гипотеза. Гипотеза подражания моделям. Почему и очень вредно считают психологи очень много демонстрировать по телевидению сцен насилия, потому что это служит определенной моделью для подражания, для копирования, для того, чтобы делать так же. давайте вместе подумаем, может быть в настоящее время всплеск тех нездоровых проявлений хулиганства, других антисоциальных явлений, может быть и кроется в этом. психологи, которые в этом как бы направлении работают, в направлении теории социального обучения, рассматривают вот эту модель, которая подражает человек, привыкает к этой модели, копирует, потом проявляет, в следующих позициях. Агрессивность это продукт самовыкновенного обучения, то есть мы обучаемся на средствах массовой информации, на соответствующих литературных источниках, но вот в этой теории некоторые авторы считают, что агрессивность развивается, поддерживается, а может уменьшаться в результате наблюдения сцен агрессии и учета ее видимых последствий диагрессивного человека. Сразу можно сказать, что оценка анализ агрессивного поведения последствий не всегда может даваться самим человеком. Ему надо обосновывать, убеждать, приводить аргументы и факты. Не всегда сам он способен на это. Поэтому очень важно в школьном возрасте родителям, учителям на это прежде всего и обращать внимание. Поэтому психолог, когда работает с детьми, эта проблема для него является проблемой номер один. Теперь мы рассмотрим три основные гипотезы, которые представил известный психолог Эзенталь в 76-м году. Это гипотеза модели. Первая. Она опирается на теорию социального обучения, согласно которой жестокие герои фильмов служат моделями для реальной жизни. И для уменьшения жестокости нужно сократить число сцен насилия и заменить их сценами, демонстрирующими сотрудничество между людьми. Итак, сократить число сцен насилия и заменить их иными сценами, которые демонстрируют сотрудничество. Но в настоящее время есть и другая проблема, которая не дает возможность решить вот эту задачу. есть такое понятие кассовые фильмы. И естественно, для того, чтобы получить больше прибыли, демонстрируются те фильмы, которые больше востребованы. Ну а результат, естественно, нетрудно догадаться, каким может быть. Вторая гипотеза, это гипотеза катализатора. Жесткие сцены служат стимулом для появления импульсов агрессивности у определенного рода лиц, у которых эти сцены как бы отключают тормоза. То есть стимулом для проявления агрессивности и фактически отсутствия каких-либо тормозных процессов для непроявления агрессивности. Следующая гипотеза, гипотеза катарсиса. Она основана на результатах также ряда исследований, которые провели Каплан, Зингер, Жорне и которые указывают на то, что демонстрация ребенку с целью насилия вызывает у него уменьшение агрессивности, происходит ослабление агрессивности, напряженности, своего рода катарсис. Сразу хочу сказать, что данная концепция, на мой взгляд, сомнительна. Если человеку не объяснять, не обосновывать вреда агрессивности ее проявлений, то это становится нормой поведения и ребенок будет считать, что демонстрация им агрессивности это нормально. Это как бы норма жизни и поэтому оценка в этом случае будет такая, что преследовать за агрессивные проявления просто нельзя. Давайте дальше посмотрим, какие утверждения вот этой группой делаются. Если вначале они усиливали степень активации организма, вызывали учтение ритма сердца, дыхания, то в конце концов чувствительность сценам жестокость уменьшается, что сопровождается понижением физиологических реакций, безразличие к актам жестокости, на которые вы естественно реагируете. Может быть в этом случае сам человек и не будет проявлять агрессивность, но он спокойно будет смотреть сцены агрессивного поведения других лиц. Он никогда не сделает замечания другим людям, потому что это нормально будет считать. Я думаю, что это явление очень и очень опасно. В настоящее время делаются попытки создать самые различные методики для выявления агрессивности и давать им как качественную так и количественную характеристику. Итак, количественные и качественные характеристики агрессивности. Агрессивность имеет различную степень выраженности от почти полного отсутствия и до ее предельного развития. Вот это как бы дает возможность по определенным уровням представить агрессивность конкретного человека, создать определенные как бы тестовые нормы для того или иного вида агрессии. И следующее. Каждая личность должна обладать определенной степенью агрессивности, отсутствие ее приводит к пассивности, ведомости, конформности. В данном случае речь идет о том, что агрессивность может проявляться в оценочном суждении в качестве недовольства собой. Для того, чтобы достигнуть какую-то цель. Когда человек видит, что в данный момент он цели не может достигнуть усилием воли, это тоже как бы проявление агрессивности по отношению к себе, он заставляет себя действовать. И отсюда действительно может повышаться определенный уровень агрессивности для того, чтобы достигнуть социально желаемой цели. но агрессивность по-разному влияет на деятельность и поведение человека. Если небольшое повышение агрессивности это норма для какой-то деятельности, особенно деятельности, в которой требуется затрата нервной и физической энергии, то чрезмерное развитие агрессивности иначе совершенно влияет на психику и поведение как самого человека, так и воспринимается окружающим. Итак, характерные, качественные и количественные характеристики проявления агрессии. Чрезмерное развитие ее начинает определять уже весь облик личности, которая может стать конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию. конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию. Теперь содержательно направленная сторона агрессивности проявляется таким образом. Агрессивность не делает субъекта социально опасным, так как существующая связь между агрессивностью и агрессией не является жесткой, а сам акт агрессии может не принимать сознательно опасные и неодобряемые формы. Здесь фактически заложена следующая мысль, что агрессивность у человека может быть, но он ее может не проявлять, то есть подавлять в какой-то мере, или она может проявляться в таких формах, которые не принимают, не становятся социально опасными. Психологи в настоящее время рассматривают два типа агрессивных проявлений. Первый это мотивационная агрессия как самоценность и инструментальная агрессия как средство. Практических психологов в большей мере должна интересовать именно мотивационная агрессия. Мотивационная агрессия как прямое проявление реализации присущих личностей деструктивных тенденций. Определив уровень таких тенденций можно с большой степенью вероятности прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной агрессии. То есть психолог прежде всего должен интересоваться может быть не столько самими формами проявления агрессии а прежде всего какие интересы какие стремления какие намерения были у человека когда он проявлял те или иные формы агрессии. Поэтому в настоящее время психологу очень важно знать что мотивированные разрушительные поведения противоречащие нормам и правилам существования людей в обществе наносящие вред объектам нападения причиняющие физический ущерб или вызывающий психический дискомфорт является мотивированным разрушительным поведением. почему прежде всего человек так или иначе но знакомится с нормами и правилами существования людей в обществе а поступает вопреки им следовательно на первом месте стоит мотив наносит вред объектам нападения то есть либо это проявляется в физическом оскорблении либо в вербальном ну и вызывает конечно психический дискомфорт у других людей и второе психологи признают что необходимый элемент любой созидательной деятельности является какой-то небольшой уровень проявления агрессивности агрессивность как действие выступает в качестве средства достижения какой-либо значимой цели вот здесь специально в первом пункте показано что не социально значимой а именно значимой цели для конкретного человека а эта цель может быть и негативной может быть и позитивной второе как способ психической разрядки замещения удовлетворения блокированной потребности и переключения деятельности что значит блокированная потребность когда человеку что-то запрещают и на людях или на глазах у старших он этого сделать не может а со своими сверстниками он это себе позволяет третье как способ удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении как способ удовлетворения потребности в самореализации и в самоутверждении Но мы сами, и особенно школьные учителя, видят, как самоутверждаются отдельные дети, зачастую, конечно, мальчики, со своими сверстниками. Это применение физической силы, показ того, что один сильнее другого, один может делать то, что не может сделать другой, один может нарушить то, что другой себе позволить не может. И вот за счет этого происходит самоутверждение, удовлетворение определенной потребности в самореализации. Вот это все проявления, которые психолог должен фиксировать, и они для него являются определенным как бы информационным фактором, который позволяет, применяя самые разные методы, сопоставить факты наблюдений, факты использования различных тестовых, опросных методик, чтобы сделать заключение о том или ином проявлении агрессивности тестируемого, изучаемого человека. Какие же выводы можно сделать по данному вопросу? Итак, эксперты в США в 1982 году пришли к выводу, что показ цен насилия способствует развитию агрессивности у людей. Но в то же время, смотрите, они делают как бы и небольшое отступление. Однако, полученные до сих пор данные следует рассматривать пока лишь как свидетельство наличия корреляции, а не обязательно причинно-следственной связи. Наличие корреляции, то есть связь есть. А является ли пока сцен насилия причиной проявления агрессивности, вот этот момент как-то замалчивается. Второй момент, на который тоже необходимо обратить внимание. Под агрессивностью следует понимать свойства личности, которые характеризуются наличием деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-субъектных отношений. То есть в отношении человек-человек, человек-группа, ну а иногда и группа-группа. Напрашиваются и более глобальные выводы, которые вытекают из исследований, проводимых психологами по этой проблеме. Агрессивность выполняет защитную функцию, иногда функцию разрешения ситуации. Деструктивный компонент человеческой активности является необходимым в созидательной деятельности, так как потребности индивидуального развития с неизбежностью формирует в людях способность к устранению и разрушению препятствий, преодолению того, что противодействует этому процессу. Человек, встречаясь с препятствиями, с трудностями в своей жизни, как бы вынужден проявлять определенную агрессивность. Вот теперь, переходя ко второму вопросу, мы рассмотрим некоторые методы выявления агрессивности, которые используются в современной психологической науке. Сразу хотел бы сказать, что есть отдельные методы, которые посвящены только выявлению различных форм агрессии. Некоторые же методы посвящены как бы другим вопросам изучению психических состояний человека в целом. Но в качестве одного из изучаемых параметров могут вносить и отдельные вопросы на выявление агрессивности. Вот такие тесты мы с вами сегодня и рассмотрим. Вот часто используются такие методы для выявления агрессивности. Прежде всего, это метод наблюдения. Второй – это различные просники и тесты. И, наконец, экспертные задачи, экспертные оценки. При этом, если речь идет о ребенке, то, например, агрессивность ребенка можно выявить и оценить в результате систематической регистрации его взаимодействия с окружением и последующей оценки частоты и длительности таких его действий, как крик, толкание друг друга, нанесение ударов, дергание за волосы, различные угрозы, уединение от социального окружения, как обида на те воздействия. Это тоже вид проявления агрессивности. Итак, мы видим, что вот уже при изучении детей проявляются какие-то признаки, по которым психолог может судить о той или иной степени проявления агрессивности. Давайте рассмотрим, прежде всего, метод наблюдения. Метод наблюдения и регистрации поведенческих актов позволяет провести лишь поверхностную оценку личности и не в состоянии выявить ни ее глубины, побудительные силы, ни психическую динамику в зависимости от различных внешних ситуаций. Побудительные силы – это, прежде всего, мотивация. Конечно, глядя на проявление агрессивности, ни психолог, ни другой человек, он не сможет определить то, что является для него самым главным. То есть, а какие интересы, какие желания, какие стремления, какие намерения вести себя именно так, проявлять именно вот такую форму агрессии. Кроме наблюдения, психолог использует более информативные методы. Это различные опросники, тесты. Наиболее распространенным и, скажем так, любимым психологами является тестом двух психологов Басса и Дарки, который позволяет выявлять различные виды агрессии. Вот сейчас, к рассмотрению этого теста, мы с вами и приступаем. Итак, опросник Басса-Дарки. Он позволяет выявить восемь видов агрессивных реакций. Первая из них – физическая агрессия или нападение. Физическая агрессия или нападение. То есть, это использование физической силы против другого лица. Вот этим термином охватывается любая драка, исключающая лишь уничтожение неодушевленных предметов. То есть, если человек бьет кулаком по столу, разбивает при этом что-то, это к физической агрессии. Не относится, а относится к другой форме ее проявления. Второй вид агрессивных реакций – это косвенная агрессия. То есть, агрессия, которая окольным путем направлена на другое лицо. Как она проявляется? А проявляется в самых различных формах. Это и злобные сплетни, шутки, это может быть и форма подначки. То есть, направлено на конкретное лицо. Она может быть и ни на кого не направлена. Просто взрыв ярости, который проявляется, или сопровождается криком, топанем ногами, битьем, кулаками по столу. Вот эти взрывы косвенной агрессии характеризуются ненаправленностью и неупорядоченностью. Вот здесь как бы особняком в косвенной агрессии стоит агрессия против самого себя. Она тоже косвенная, но взрыв ярости как недовольство с собой. И это не значит, как офицерская вдова сама себя высекла, но вот это недовольство проявляется именно как косвенная агрессия. Третье вид агрессивных проявлений – раздражение. Это готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении. Охватывает такие черты, как вспыльчивость, брюзжание, обидчивость, резкость и грубость. Я думаю, что вы заметили тенденцию от физической агрессии, явно направленной вовне, постепенно проявление агрессивности переходит несколько в иной план. То есть раздражение уже больше собой, недовольство собой, брюзжание, обидчивость. И вот уже четвертой формой агрессивности является негативизм. Это оппозиционные манеры поведения, направленные обычно против авторитетного лица или руководства. но здесь этот вид агрессивности может внешне и не проявляться заметно. А вот это поведение в своей напряженности может нарастать от пассивного сопротивления тем указаниям, требованиям, которые предъявляет, ну, допустим, родитель, учитель или начальник и до активной борьбы против установившихся обычаев, законов, требований, норм, правил. При этом человек не обязательно может высказывать открыто свое недовольство. следующее форма проявления обида. Эта форма проявления может проявляться как зависть или ненависть к окружающим, обусловленная чувством горечи, гнева на весь мир за действительные мнимые страдания. То есть эта обида прежде всего держится в себе. И некоторые считают, что вроде бы это не является формой проявления агрессивных реакций. Нет, это вид тоже агрессии. Но агрессия не такая яркая, как физическая агрессия, как вербальная допустим агрессия. Но здесь очень сильные переживания, горечь, гнев, обида за реальные, действительные или мнимые страдания. Следующая форма агрессии это подозрительность. Диапазон довольно-таки большой. Проявляется этот вид агрессивных реакций в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям до убеждения в том, что другие окружающие люди намерены причинить вред. то есть либо только планируют, либо оцениваются как наносящие, приносящие вред. подозрительность тоже является, как мы видим, одним из видов агрессивных реакций. Потому что эта подозрительность потом может вылиться в другой форме агрессивных реакций. Следующая вербальная агрессия это выражение негативных чувств как через форму, так и через содержание. Через форму это ссора, это крик, это виск и через содержание словесных ответов. Это проклятие, угрозы, ругань, тенденциозная критическая позиция, тенденциозная критическая позиция проявляется чаще всего, когда личность оценивается негативно, независимо от того, в данный момент она проявляет положительные качества или негативные качества, вот эта тенденция заметна по отношению к конкретному лицу. И наконец, по баса дарки последнее восьмое проявление вида агрессии как чувство вины. Это чувство вины выражает возможное убеждение вследуемого субъекта в том, что он является плохим человеком, делает зло, а также ощущает угрозение совести. вот все эти восемь видов агрессии, а потом мы узнаем, что еще и два обобщенных фактора агрессивности будут представлены. Они дают возможность практикующему психологу выявить, а какой вид агрессии или какие даже виды агрессии доминируют у данного человека. Насколько интенсивен тот или иной вид агрессии. И вот эта методика как раз позволяет это сделать. вопрос представленные в методике разбросаны таким образом, что на каждый вид агрессии разное количество вопросов. И они не по порядку представлены. Поэтому для себя надо пометить, что сам характер опросника составлен на основе следующих принципов. Итак, при составлении опросника использовались следующие принципы. Вопрос может относиться только к одной форме агрессии. Второе. Вопросы формулируются так, чтобы в наибольшей степени ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос. Значит, вопросы так формулируются, чтобы ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос. Особенно это важно для тестирования детей школьного возраста, которые иногда бравируют вот такой своей позиции. Отсюда и формулировка вопроса. Мне хотелось бы сейчас ознакомить вас с некоторыми лишь вопросами на каждый вид агрессии. Полностью, естественно, теста мы рассмотреть не можем, но вы должны составить себе представление о том, какими вопросами выявляется тот или иной вид агрессии. Итак, физическая агрессия выявляется следующим вопросом. Я сразу хотел бы обратить ваше внимание, что здесь выбраны лишь некоторые вопросы. Вот сразу первый вопрос. Временами я не смогу справиться с желаниями причинить вред другим. Вот уже стремление нанести вред относится к такой форме агрессии, как физическая агрессия. Следующий вопрос, он по списку является девятым. Мне кажется, что я не способен ударить человека. Если отвечает «да», то здесь физическая агрессия не проявляется. А если отвечает «нет», может ударить, следовательно, уже относится к физической агрессии. Двадцать пятый по счету в тесте вопрос. Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку. Ответ «да» как свидетельствует о физической агрессии, возможности ее проявления. Теперь косвенная агрессия тоже выборочно некоторые вопросы. Итак, иногда сплетничаю о людях, которых не люблю. Это речь идет о косвенной агрессии, когда ответ «да» на этот вопрос. То есть сплетни как раз и относятся к этому виду агрессии. Десятый «я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами». То есть человек может как бы бросить что-то, а это не одушевленный предмет, поэтому относятся к косвенной агрессии. Следующий «я никогда не бываю мрачен от злости». Вот это проявление злости, мрачности свидетельствует о косвенной агрессии. Теперь такой вид агрессии как раздражение. Здесь также представлены некоторые вопросы. Один из них. Третий. «Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь». Ответ «да» свидетельствует о раздраженности. «Я гораздо более раздражителен, чем кажется». Ответ «да» также свидетельствует о раздражении. И наконец третий. «Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются». Вот эта ярость на насмешке как раз свидетельствует о раздражении. Теперь негативизм. здесь также есть вопросы. меня не попросят по-хорошему, я не выполню. Это негативные позиции по отношению к просящему. Двенадцатый. Если мне не нравятся установленные правила, мне хочется нарушить его. Вот это стремление нарушить, потому что не нравится, говорит о негативизм. Двадцатый вопрос. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему наперекор. Это как раз говорит о негативной позиции, тенденциозной позиции по отношению к руководителю. Теперь обида. как формулируются вопросы в тесте, вскрывающие именно этот вид проявления агрессии. Вот один из них. Я не всегда получаю то, что мне положено. Вот это недовольство тем, что человек не получает, при ответе да, свидетельствует о наличии обиды. Другой. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятным обстоятельством. Другие умеют. Вот это неумение пользоваться вызывает определенную обиду. Двадцать первый. Меня немного огорчает моя судьба. Вот это переживание за свою судьбу тоже проявляется определенной обидой. Теперь подозрительность. в какой форме проявляются нам вопросы. Давайте посмотрим. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной, но уже когда человек об этом думает, то уже проявляется определенная подозрительность. Следующий. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько более дружелюбны, чем я ожидал. И вот это проявление дружелюбия уже вызывает подозрительность у этого человека. При ответе данный вопрос. Двадцать второй. Я думаю, что многие люди не любят меня. Вот эта нелюбовь тоже проявляется как подозрительность. Вербальная агрессия. То есть это агрессия высказываем словами. Если я не одобряю поведение друзей, я даю то есть видимо словами, тоном это может проявляться и при ответе положительно на этот вопрос речь идет о проявлении вербальной агрессивности. Я часто бываю несогласен с людьми. Несогласие это тоже невысказанное или даже высказанное проявление агрессии. Следующее. Я не могу удержаться от спора, если люди со мной не согласны. Вот это критическая позиция, проявляемая в споре ради спора и говорит о вербальной агрессии. Ну и чувство вины. Посмотрим, как здесь формулированы вопросы. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительное угрызение совести. То есть вот это проявление совести как раз говорит о наличии чувства вины. Шестнадцатый. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. Вот это чувство стыда как раз тоже говорит о наличии чувства вины. Ну и двадцатьчетвертый. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. Здесь тоже мы видим проявление чувства вины. Всего вопросники семьдесят пять вопросов, на которые тестируем необходимо дать биполярный ответ да или нет. По числу совпадений ответов испытуемых с ключом, который мы дальше рассмотрим, подсчитываются индексы различных форм агрессивности и враждебных реакций. Итак, физическая агрессия. здесь один балл начисляется за ответы да на следующие вопросы. И за ответы нет по девятому седьмому вопросу тоже начисляется один балл. Итого, на физическую агрессию всего совпавших может быть десять вопросов. следовательно, совпавшие вопросы это сырой балл для подстановки в формулу, а десять это максимум, из которого исчисляется и этот вид агрессивности. Косвенная агрессия. Здесь совпадающие ответы, дающие один балл за ответ да, второй, десятый, восемнадцатый, тридцатьчетвертый, сорок второй, пятьдесят шестой, шестьдесят третий и совпадающие отрицательные ответы, дающие один балл, двадцать шестой, сорок девятый. Здесь девять всего вопросов отведено на этот вид агрессивности и поэтому имейте в виду, когда будете осуществлять расчет по формуле, то здесь максимум девять вопросов. теперь раздражение. Здесь ответы да, дают один балл вот по следующим вопросам и нет по этим вопросам. Здесь расчет осуществляется из максимума одиннадцать, то есть одиннадцать вопросов отведено на этот вид агрессивности. Негативизм. здесь положительные ответы четвертый, двенадцатый, двадцатый, двадцать восьмой, а отрицательные только один ответ тридцать шестой. Всего пять вопросов отведено на негативизм. Обида. Здесь отрицательных ответов нет, только положительные. Совпадающие с ключом оцениваются в один балл. Исходя из максимума восьми, можно подсчитать количество совпавших, и это будет сырым баллом. Подозрительность. Здесь есть, как видим, отрицательные и положительные ответы. положительные ответы. Шестой, четырнадцатый, двадцать второй, тридцатый, тридцать восьмой, сорок пятый, пятьдесят второй и пятьдесят девятый, а отрицательные тридцать третий, шестьдесят шестой, семьдесят четвертый, семьдесят пятый. Здесь уже двенадцать вопросов отведено на этот вид агрессивности. Вербальная агрессия. Здесь Здесь положительные ответы, совпадающие, вот они, 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73 и отрицательные, дающие 1 балл. Итак, всего 13 вопросов в тесте отведено на вербальную агрессию. Наконец, чувство вины. Здесь только положительные ответы, отрицательных нет. За «да» один балл начисляется на следующие вопросы. 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61 и 67. Итого максимум можно получить по данному пункту 9 баллов. Теперь, суммирование индексов 1, 2 и 7, то есть физическая агрессия, косвенная агрессия, дает общий индекс агрессивности. Необходимо подсчитать суммарно, сколько баллов сырых набрано по первому, второму и седьмому пункту, и это будет общим индексом агрессивности. А вот суммирование 6, 5 пунктов дает индекс враждебности. Вот здесь очень важно вот эти обобщенные результаты сравнить со статистическими нормами. Нормой агрессивности является величина, ее индекс равный 21 плюс минус 4. То есть, когда мы суммируем 1, 2 и 7 пункты и подсчитаем результат, то если он вписывается вот в это число, от 17 до 25, значит, входит в норму агрессивности. Выходит за нее, значит, это уже проблема. Враждебность – это суммирование двух пунктов 5-го и 6-го. Значит, здесь расчет норм следующий. От 6,5-7 плюс минус 3. Значит, это может быть 3,5 и 10, то есть вот в этом диапазоне от 3,5 до 10. Вот почти во всех учебниках есть нормы, приведенные для американских студентов по каждому виду агрессии и в том числе по общей агрессивности, сразу видно, как она рассчитывается, и по враждебности. Сравнение результатов российских студентов с нормативами американских студентов показывает, что агрессивность как мужчин, так и женщин у нас выше, нежели у американских студентов. Примечание. Необходимо помнить, что агрессивность как свойство личности и агрессия как акт поведения могут быть поняты в контексте психологического анализа мотивационно-потребностной сферы личности. То есть, опять же, прежде всего, обращается внимание на мотивацию. Поэтому вопросникам Басса-Дарки следует пользоваться в совокупности с другими методиками, личностными тестами психических состояний, такие как КТЛ, 16ПФ, Спилбергер, в интерпретации Ханнина у нас опубликованы, а также проективными методиками. Второе. Следует учесть, что в ситуации экспертизы опросник не защищен от мотивационных искажений, в частности, по типу социальной желательности. Другими словами, здесь нет шкалы лжи, и поэтому психолог должен учитывать вот этот как бы недостаток данного теста. Далее. Достоверность результатов зависит от доверительности в отношениях испытуемого и психолога. Это говорит о том, что испытуемого надо расположить к себе, чтобы он откровенно рассказал, как бы отвечая на вопросы о тех проблемах, которые у него есть. Как оформляется результат обследования? Перед вами шкала 2080, или так называемая карта, диагностическая карта, которая является основным документом психолога по результатам тестирования. Вот здесь представлены различные проявления видов агрессии. Как же осуществляется интерпретация? Прежде всего интерпретируется 2-3 фактора, которые максимальные значения проявляются. То есть больше 60 и меньше 30. С одной стороны это сверх проявление агрессивности, с другой стороны пониженный, низкий уровень. Это тоже является для психолога определенным фактором, которым он в последующем должен выяснить, в чем причина. Это может быть забитость, это может быть скованность. И отсюда человек не проявляет агрессивности, потому что он уступчив по отношению к другим, он полностью находится в чьем-то подчинении, готов любому насилию уступать. Теперь самооценка агрессивности. Другой тест. Здесь дается следующая инструкция. Предлагается вам описание различных психических состояний. И если описание вам подходит, то оцените его в 2 балла. Если оно подходит, но не очень, 1 балл. И если совсем не подходит, то 0 балла. Вы просто ставьте цифру 1 и соответствующий ответ. 2, 0 или 1. Итак, читаем. Оставляю за собой последнее слово. После цифры. Первый ставьте конкретный результат. А потом подсчитаем, сколько вы получите баллов в сумме. Второй. Нередко в разговоре перебиваю собеседника. Да, 2 балла. Нет, 1 балл. И сомнения 0. Меня легко рассердить. Четвертый. Люблю делать замечания другим. Хочу быть авторитетом для окружающих. Шестой. Недовольствуюсь малым. Хочу наибольшего. И ответ. 6. И соответствующий результат. Седьмой. Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. Восьмой. Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться. Девятый. У меня резкая, грубоватая жестикуляция. Десятый. Я мстителен. Итак, посчитайте, сколько всего баллов вы набрали вот по этому коротенькому тесту. Подсчет суммы баллов – это количественная интерпретация. А соотнесение с определенным уровнем будет уже качественное. Итак, если вы набрали от нуля до семи баллов, вы спокойны и выдержаны. То есть агрессивности практически нет. От восьми до четырнадцати баллов – это средний уровень агрессивности. И пятнадцать-двадцать баллов – вы агрессивны, не выдержаны и есть трудности в работе с людьми. Конечно, этот тест приблизительный. Как правило, им пользуются вместе с другими тестами. Но если по этому тесту человек набирает более пятнадцати баллов, уже необходимо тестировать его по тестам, которые выявляют различные виды агрессивности, в частности, рассмотренный нами тест Басса и Тарки. Следующий тест, к которому мы с вами сейчас приступаем – это тест Ассингера. Итак, тест Ассингера – это оценка агрессивности в отношениях. Оценка агрессивности в отношениях. Он позволяет определить, достаточно ли человек корректен в отношении с окружающими и легко ли общаться с ним. В тесте всего двадцать вопросов, на которые надо дать один из трех предложенных ответов. Итак, двадцать вопросов и предлагается три ответа. Всегда, иногда или никогда. Какие вопросы? Склонны ли вы искать пути к примирению после очередного служебного конфликта? И нужно выбрать. Если хотите ответить, то первые и определенные буквы ответа. Второй. Как вы ведете себя в критической ситуации? Внутренне кипите, сохраняете полное спокойствие, теряете самобладание. Третий. Каким считают вас коллеги? Самоуверенным и завистливым, дружелюбным, спокойным и независимым. Четвертый. Как вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность? А. Примите ее с некоторыми опасениями. Б. Согласитесь без колебаний. И В. Откажетесь ради собственного спокойствия. А вы записываете четыре допустима или четыре БВ. Пятый. Как вы будете себя вести, если кто-то из коллег без разрешения возьмет с вашего стола бумагу? А. Выдадите ему по первое число. Я думаю, понятно этот оборот. Заставите вернуть. Или спросите, не нужно ли ему еще что-нибудь. Итак, для себя помечаете пять А, В или В. Шестой. Какими словами вы встретите мужа или жену, если он или она вернулся с работы позже обычного? А. Что это тебя так задержало? Б. Где ты торчишь допоздна? И В. Я уже начала или начал волноваться. Выберите один из трех и пометьте. Шесть А, шесть Б или шесть В. Седьмой. Как вы ведете себя за рулем автомобиля? А. Стараетесь ли обогнать машину, которая показала вам хвост? Б. Вам все равно, сколько машин вас обошло. И В. Помчитесь с такой скоростью, чтобы никто вас не догнал. Если даже вы не водите машину, то представьте себя за рулем. Если бы вели машину вы, как бы вы повели бы себя вот в этой ситуации? Восьмой. Какими вы считаете свои взгляды на жизнь? А. Сбалансированными. В. Легкомысленными. И В. Крайне жестокими. И так вы себя помечаете. Восемь А, восемь Б или восемь В. Девятый. Что вы предпринимаете, если не все удается? А. Попытаетесь свалить вину на другого. В. Смиряетесь. И В. Становитесь впредь осторожнее. Десятый. Как вы отреагируете на филитон о случаях распущенности среди современной молодежи? А. Пора бы уже запретить им такие развлечения. Это ответ 10А. Десять Б. Надо создать им возможность организованного культурного отдыха. И 10В. И чего мы столько с ними возимся? Одиннадцатый. Что вы ощущаете, если место, которое вы хотели занять, досталось другому? А. И зачем я только на это нервы тратил или тратила? Б. Видно, его физиономия шефу приятнее? А. И. В. Может быть, мне это удастся в другой раз. Место имеется в виду служебное место. Повышение по службе или иное место, которое престижно для того или иного человека. Двенадцатый. Как вы смотрите страшный фильм? Двенадцать А. Боитесь. Двенадцать Б. Скучаете. Или двенадцать В. Получаете искреннее удовольствие. Тринадцатый. Если из-за дорожной пробки вы опоздаете на важное совещание, как будете реагировать? А. Будете нервничать во время заседания. Б. Попытаетесь вызвать снисходительность. И. В. Огорчитесь. Четырнадцатый. Как вы отнесетесь к своим спортивным успехам? Обязательно стараетесь выиграть. В этом случае ответ 14. 14. Б. Цените удовольствие почувствовать себя вновь молодым. И. Четырнадцатый. Очень сердитесь, если не везет вам. Пятнадцатый. Как вы поступите, если вас плохо обслужили в ресторане? А. Стерпите, избегая скандала. Б. Вызовите метродотеля и сделаете ему замечание. Или. В. Отправитесь с жалобой к директору ресторана. Шестнадцатый. Как вы себя поведете, если вашего ребенка обидели в школе? Ну, если не ребенка, то хотя бы младшего брата, младшую сестру. И. Ответ. Поговорите с учителем. Б. Устроите скандал родителям малолетнего преступника. И. В. Посоветуете ребенку дать сдачи. Итак, ваш ответ. Шестнадцать А, шестнадцать Б или шестнадцать В. Семнадцатый. Какой, по-вашему, вы человек? Средний, самоуверенный, пробивной. Имеется в виду по возможности действовать. Восемнадцатый. Что вы ответите подчиненному, с которым столкнулись в дверях учреждения, если он начал извиняться перед вами? А вот возможные варианты вашего ответа. Простите, это моя вина. Ничего, пустяки. И. Пункт В. А повнимательнее вы не можете? Девятнадцатый. Как вы отреагируете на статью в газете о случаях хулиганства среди молодежи? А. Когда же, наконец, будут приняты конкретные меры? Б. Надо бы ввести телесные наказания. Пункт В. И пункт В. Нельзя все валить на молодежь. Виноваты и воспитатели. И, наконец, вопрос последний. Представьте, что вам предстоит заново родиться, но уже животным. Какое животное вы предпочитаете? Тигра или леопарда? Домашнюю кошку или медведя? Ваш ответ 20А, 20Б или 20В? Итак, посчитайте, какое количество очков вы набрали, отвечая на 20 вопросов. Если вы набрали в пределах 33-44 очка, вы умеренно агрессивны, но вполне успешно идете по жизни, поскольку у вас достаточно здорового честолюбия и самоуверенности. 45 и более очков. Вы излишне агрессивны. И при этом нередко бываете неуравновешенным и чрезмерно жестоким по отношению к другим людям. Вы надеетесь добраться до управленческих верхов, рассчитывая на собственные методы. Добиться успеха, жертвуя интересами домашних, окружающих. Вас не удивляет неприязнь сослуживцев, но при малейшей возможности вы стараетесь их за это наказать. Вот вы получили конкретные результаты и можете уже сопоставить, какой вид агрессивности у вас проявляется. И на один из видов агрессивности я сейчас хотел бы обратить внимание, так как по Баса Дарки я только показал, что надо интерпретировать не только большие величины, но и малые. И вот сейчас смотрите, 35 и менее очков вы чрезмерно миролюбивы, что обусловлено недостаточной уверенностью в своих силах и возможностях. И это, конечно, не значит, что вы как травинка гнетесь под любым ветерком, и все же побольше решительности вам это не помешает. Это как раз вот уступчивость, которая не позволяет как бы человеку эффективно использовать свои возможности и способности. Вот теперь можно уже сделать и выводы по нашим вопросам, которые мы сегодня рассматривали. Итак, первый вывод. Агрессивность выполняет защитную функцию организма в целях разрешения ситуации. Она может быть как разрушительной, так и созидательной. Второй пункт. У практикующего психолога имеется достаточный арсенал методов изучения различных форм проявления агрессивного поведения человека. У практикующего психолога имеется достаточный арсенал методов изучения различных форм проявления агрессивного поведения человека. Хотелось бы еще дополнить, что ни один отдельно взятый тест не дает полной картины проявления агрессивности человека. Только система тестов даст правильный результат. На этом наша лекция закончена. Благодарю вас за внимание. До свидания.